МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шахта номер 10. Горняки Нововолынской продолжают голодовку. Есть ли реакция властей? Гранаты недорого. В столице процветает незаконный рынок боеприпасов. Ночь выборов, которая все решит. Соединенные Штаты сегодня голосуют за нового президента. Два кандидата на эту должность, бывший госсекретарь США Хилари Клинтон и миллиардер Дональд Трамп сегодня поставили на паузу все свои предвыборные обещания и обвинения, которые они бросали в адрес друг друга на протяжении предвыборной гонки. Агитация запрещена. Разрыв между соперниками минимальный. Интрига колоссальная. С нами на связи из Нью-Йорка мой коллега Дмитрий Анопченко, который прошел весь этот предвыборный путь вместе с кандидатами. Дима, здравствуй. Расскажи, как проходит голосование? Насколько длинные очереди сегодня на участках? И какие последние данные социсследований? Кому достанется победа, вероятнее всего? Наташ, ну ажиотаж действительно огромный. Вот мы сейчас в Нью-Йорке, и это город, в котором впервые организованы штабы обоих кандидатов. Раньше, допустим, во времена компании Обамы, они были в Вашингтоне. Все-таки достаточно спокойный город. Сейчас оба штаба в Нью-Йорке. Ну вот слева от меня на берегу Гудзона будет штаб Клинтон. И вот там вот справа, в отеле Хилтон, расположится штаб Трампа. Именно там оба кандидата встретят эту ночь. И это будет самая драматичная ночь, день как день. Они все-таки не знают результатов. А это будет ночь, когда они в окружении сторонников будут в прямом эфире по телевидению слушать результаты выборов в разных округах, в разных штатах. И буквально вот на глазах у всех будет решаться их личная судьба и судьба Америки. Оба кандидата, они уже в Нью-Йорке, и они сегодня проголосовали. Ты правильно сказала, что агитация сегодня запрещена, но тем не менее, можно же появиться на участках. Многие политики голосовали досрочно, тот же Обама голосовал досрочно, но не Хиллари и Трамп. Что один, что другой кандидат, они появились на участках сегодня, голосовали, избиратели встречали их аплодисментами. Но около участка Трампа даже топли с женщиной появились, кто-то протестовать пытался. То есть эмоций очень много. В любом случае, это возможность, как говорят, засветиться. В любом случае, это возможность еще раз оказаться на экранах телевизоров. Раз уж даже эгитировать нельзя, но все равно еще раз напомните себе. Ну и вот заявления, которые делают кандидаты. Я знаю, какая на мне ответственность, и сколько людей рассчитывает на результаты этих выборов, понимая, как много они означают для страны. И я сделаю все, что смогу, если мне повезет сегодня победить. Я не нервничаю, но я очень взволнован. Мы видим огромный энтузиазм по всей стране и по всему миру. Это прекрасное чувство. Мы хотим победить. Мы очень хотим победить. Ну и Трамп заявил еще сегодня о том, что вот те цифры, которые появляются, в том числе появляются в течение дня, которые говорят о лидерстве Хиллари, мол, их просто взяли с потолка. Он заявил, цитирую, не знаю, откуда люди эти цифры взяли. Я уверен, что я буду победителем. Но еще один забавный момент. Просто действительно он заставил многих улыбнуться. Пресса, знаете, как когда один другой кандидат появились на участках, выкрикивала, ну, вы-то за кого будете голосовать? По закону запрещено об этом сегодня говорить. Но Трамп отшутился, сказал, ну, вы же понимаете, я буду голосовать за Трампа. Что касается очередей, что касается ажиотажа. В 7 утра здесь, в Нью-Йорке, открылись участки. Уже с 6 люди занимали очередь. Такого здесь очень давно не видели. И вот мы говорили с избирателями. Порядка часа, порядка полутора, порядка двух часов им приходилось провести в огромных очередях. Только для того, чтобы проголосовать. И еще один очень трогательный момент. Каждому избирателю, каждому, кто уже сделал свой выбор, дают специальную наклейку. И вот эти наклейки люди не снимают, выходя с участков. Те, кто проголосовали даже рано утром, уже середина дня, целый день они с ними ходят. Вот так с гордостью демонстрируют, что да, я голосовал. Ну, неважно уж там за Клинтона или за Трампа. Но я попытался изменить что-то в этой стране. Ну, и вот, что говорят избиратели. Давайте послушаем. Очень большая очередь, очень. Я два часа прождал. Нужно три очереди выстоять. 15 минут, потом еще 15, потом около 40 минут. Но оно того стоило. В этом здании все голосовали за одну только леди. А если Трамп победит, стране, конечно, придется определиться, что дальше. Но знаете, Америка такая страна, что она через любые противоречия проходит и успокаивается. Ведь главное не фамилия, чтобы новая администрация работала для государства и всех нас. Ну, и, конечно же, конечно же, происходят курьезы. Я буквально о некоторых расскажу. Во многих штатах по закону, если избиратель какую-либо фамилию впишет в бюллетень, то комиссия обязана будет засчитать голос за этого кандидата. Ну, вот так написано в законе. Поэтому многие голосуют не из-за республиканцев или демократов, а вот очень-очень популярный в этот раз Гарри Поттер, популярен Микки Маус и популярен Фрэнк Андервуд, президент из сериала про карточный домик. В любом случае, во многих штатах, когда комиссии будут сегодня зачитывать и подсчитывать результаты, то вот даже будут оглашать, что да, сегодня на нашем участке проголосовали за Фрэнка Андервуда, к примеру. Ну, и есть еще один самый замечательный участок в Америке, похоже, находится он в Югемшире. Дело в том, что очень давно, вот вы увидите даже сейчас эти участки, жители нескольких маленьких сел получили право открывать свои участки в день голосования, но не в 7 утра, как во всей стране, а в 0 часов. И практически в 0.02, в 0.03 за несколько минут голосование у них и заканчивается, потому что на многих участках всего-то 5, 6, 7, 8, 9 избирателей. Что забавно, вот даже на этих маленьких участках голоса разделились. Есть те, где победила Клинтон, к примеру, у нее 3 голоса, а утром по 2. Есть те, где побеждают республиканцы. А это показывает, насколько сильно разделена Америка и насколько сильно сейчас разделились, причем практически пополам, голоса между теми, кто поддерживает Хиллари и теми, кто поддерживает Трампа. Наташа. Спасибо, Дима. И все-таки ты можешь что-то сказать относительно социологии? Назови какие-то цифры, которые тебе известны. А ты знаешь, социологии очень интересны. Разумеется, эти данные появляются. Но вот, к примеру, у агентства Ройтерс, уважаемое агентство распространило буквально только что сообщение, что по его данным вероятность победы Хиллари 90%. Более того, появляются и сообщения о том, что Хиллари лидирует во многих колеблющихся штатах. А мы с вами в эфире говорили, что да, можно выиграть по всей стране, можно набрать большинство голосов, но можно не стать президентом, если колеблющиеся штаты были не за тебя. Но на самом деле, стоит сказать, вот компания необычная, агитация была необычная, кандидаты необычные. И со традиционными социологическими методами подходить к ней тоже сейчас абсолютно невозможно. Именно поэтому, ну вот я только что буквально чатился со штабами кандидатов, выяснял, где они будут в ночь выборов, как туда попасть, какие будут заявления. И неофициально мне сказали, что мы до сих пор в растерянности, даже мы не знаем, чем сегодня все закончится. Так что остается только ждать, больше ничего не остается. Наташа. Спасибо, Дима. Я тогда с тобой не прощаюсь и предлагаю тебе, как ты сам выразился, засветиться сегодня в эфире еще раз во второй части нашего выпуска. Это был Дмитрий Анопченко из Нью-Йорка. На ответственный выбор американского народа надеется и глава украинского государства Петр Порошенко заявил о том, что оба кандидата в президенты США поддерживают территориальную целостность нашей страны, суверенитет и реформы, чем Киев очень доволен. Об этом он сегодня сказал в Словении, где находится с официальным визитом. Порошенко встретился с президентом этой страны, Борутом Пахаром. В совместной декларации глав государств Словения, первой из стран Евросоюза, признала агрессию России в Украине. И призвала Москву немедленно прекратить оказание финансовой, военной и любой другой помощи сепаратистам. Также Братислава выступает за продолжение санкций против Москвы до полного выполнения Минских соглашений. Не обошлось и без упоминания о безвизовом режиме с ЕС. Сегодня президент в очередной раз подчеркнул, что в этом месяце он ждет положительного решения Европейского парламента. Мы должны понимать несколько важных складов. Складовая первая. Украина полностью выполнила все условия по плану действий, по безвизовому режиму. После этого была миссия, которая оценила выполнение Украины в этой программе и обеспечила ее. Я наголошу на том, что мы договорились, что перед саммитом, который будет в листопаде, Европейский союз должен найти единство и обеспечить ратификацию этой угодки Европейскому парламенту. И там же в Словении Петр Порошенко прокомментировал громкие заявления губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который вчера объявил об отставке. По словам президента, он готов поддержать это решение губернатора, если тот избрал своим приоритетом политическую активность. И действительно, второй день подряд. Внимание украинского общества приковано к Одессе. Кто займет кресло губернатора в случае отставки Саакашвили? Как город и регион реагируют на его громкие заявления и возможное увольнение? О первом дне без Саакашвили. Подробнее наши корреспонденты. Как ожидается, заявление Михаила Саакашвили об отставке с должности председателя Одесской обл. администрации Кабмин рассмотрит завтра. И затем оно направится на подпись к президенту. Некоторые люди решили изменить сферу деятельности и после проигрыша на грузинских выборах хотят начать политическую программу в Украине. Саакашвили на эту реплику тут же отреагировал в фейсбуке колкостью. Дескать, Порошенко прекрасно знает, что он хотел уйти в отставку еще полгода назад. Уговорил его тогда остаться обещанием реформ. Но, мол, на этот раз Саакашвили уже не поверил обещаниям. И грузинские выборы тут ни при чем. Тем временем журналисты окончательно запутались в вопросе, кто же может занять кресло одесского губернатора. Называют с десяток фамилий, но все это не больше, чем слухи. Это будет суперлояльная людина для президента. Ему достаточно сложно найти лояльную людину, которая так или иначе используется авторитетом в Одессе и в Одесской области. Все равно все решается в Киеве. И это, скорее всего, будет та людина, которой можно доверять и которую можно контролировать. Пока суть до дела, премьер Владимир Гройсман в социальной сети заявил, берет Одесскую область под свой личный контроль. Формально же регионом сейчас руководит вице-губернатор и соратница Саакашвили Соломея Бобровская. И пока все внимание приковано к политическим ротациям, отошли на второй план проблемы самой Одессы. Уже целый месяц жители не могут добиться того, чтобы местные власти компенсировали ущерб, нанесенный октябрьским ураганом. Напомню, целые сутки город находился в плену ураганного ветра и ливня. Вот, например, дома на Пересыпи. После подтопления вода в квартирах поднялась на целый метр. Испорченная мебель, сгоревшая бытовая техника, отсыревшие стены. Люди жалуются, коммунальщики вроде и приходили, и фиксировали убытки. Но дальше дело не пошло, а суммы ущерба, к слову, исчисляются десятками тысяч гривен. Никакую копию мне не выдали. Я был у начальника ЖЭО. Он мне сказал, что на руки никаких документов мы не выдаем. С аналогичными жалобами десятки пострадавших обратились в приемные к депутатам-оппозиционерам. Те проанализировали информацию и пришли к выводу. Скорее всего, одесские чиновники таким образом просто хотят обмануть людей, лишить их компенсаций. Ведь копия акта обследования помещений в таких случаях один из ключевых документов. То есть, если это так, то куда-то пропадет. У человека не будет никаких законных аргументов для того, чтобы доказать свою правоту. Чтобы разъяснить одесситам их права и подсказать, как нужно действовать в будущем в случае возможных новых природных катаклизмов, юристы ОПА-блока разработали специальный алгоритм, так называемые «пять шагов». Здесь четко описано, и какие заявления писать на имя городского головы, и как правильно их регистрировать, чтобы добиться денежных выплат. Я понимаю, что людям сложно разобраться в этих вопросах. Мы вот эти пять шагов распространим на бумаге. И через наши общественные приемные, которые находятся в каждом районе, а мы уже возьмем этот вопрос на контроль. Что касается Одесской мэрии, то на нашу просьбу прокомментировать вопрос возможных выплат компенсации людям, пострадавшим от урагана, там ответили отказом. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Сам Саакашвили сегодня на пресс-конференции сообщил о том, что после губернаторства уйдет в политику, и добавил, что завтра он будет в Киеве и хочет выступить на заседании Кабинета министров. Я считаю, что Украину можно сделать самой успешной страной в Европе. Украина, украинские солдаты сдержали на фронтах самую агрессивную армию в Европе. Ни одна страна в Европе гораздо богаче не смогла бы это сделать. Я считаю, что это наша святая обязанность сделать Украину не хуже страной, чем Франция, Англия и не говоря уже о Польше. Украина имеет весь потенциал для этого. Обезглавленная сессия. Накануне городской совет Буча, это пригород Киева, заседал без мэра. И он, и его секретарь Василий Алексюк отстранены от своих должностей в рамках масштабного дела о коррупции. Шатается кресло и под городоначальником соседнего Ирпеня, Владимиром Корпюком. В чем подозревают мэров и какие перспективы у этих расследований, расскажут наши корреспонденты. Пригороды Киева, городки Буча и Ирпень. Земля здесь стоит миллионы. Десятилетиями здесь всем заправляли те же люди. Это Анатолий Федорук, мэр Буча и его ученик, ставший впоследствии главой соседнего Ирпеня, Владимир Корплюк. Люди очень небедные. В собственности у обоих гектары земли, квартиры в Украине и за рубежом. Схема их обогащения проста и действенна, объясняют местные активисты. За годы борьбы собрали уйму доказательств и документов. Земли из лесного фонда выводят и отдают якобы случайным гражданам под застройку. А после те через посредников передают право собственности в надежные руки. Далее эти граждане отдают право распоряджаться данными земельными делянками такому собі гражданину Яцюку Олегу. Яцюк Олег, в свою очередь, знову ж таки даёт право распоряджаться данными земельными делянками через нотариальную контору товариства «Будринг-инвест». Засновником товариства «Будринг-инвест» является кахана дружина Федорука и кахана дружина Карплюка. Активист Виктор Бархуленко уже почти 15 лет препятствует разворовыванию земли в Ирпене и Буче. Примерно столько в Буче заправляет Федорук. Карплюк, ныне мэр Ирпеня, долгое время работал заместителем Федорука в Буче. За это время оба успели обзавестись нужными связями и наладить работу. Ситуация изменилась только со смены руководства Генпрокуратуры. После того, как ведомство возглавил Юрий Луценко, подозрения в коррупции переявили обоим мэрам. Карплюку, который обосновался в кресле главы Ирпеня, пока удаётся удержаться. А вот под Федоруком трон всё же зашатался. Его отстранили от должности. Но доказать вину Федорука в суде будет не так просто. Говорят юристы, скорее всего, дело всё же затянется. Впрочем, документов, подтверждающих причастность обоих мэров к коррупционным схемам, хватает. Есть они и у правоохранительных органов, и у местных активистов. Сможет ли Генпрокуратура довести дело матёрых махинаторов до суда и приговора, зависит только от незангажированности следователей и твёрдой позиции ведомства. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. И уже в завтрашнем выпуске смотрите о том, как продвигается расследование по делу мэров Бучи и Ирпеня. Об этом сотрудники ГПУ расскажут нам в эксклюзивном интервью. Электронный лакмус. Ей декларации выявили самых богатых губернаторов Украины. Всё засвеченное имущество глав обл. администрации составит около, даже более чем внушительную сумму, 800 миллионов гривен. Кто, сколько и на чём заработал, знают мои коллеги. Не только в столице декларации чиновников удивляют украинские граждан и журналистов. Оказывается, в провинции свои толстосумы. Среди губернаторов один из самых зажиточных – глава Днепропетровской области. Сбережение Валентина Резниченко – 31 миллион гривен. Долгие годы Резниченко работал в группе компаний «Украинский медиахолдинг». Дорос до вице-президента и подался в политику. Сначала был губернатором Запорожской области, теперь управляет Днепропетровской. Почти два года. Активы, указанные в декларации, впечатляют. Ценные бумаги на 850 тысяч и акции у него на 6,5 миллионов. Это то, что из нематериальных. А если чистые наличные деньги, то в долларах 102 тысячи, в гривнах у него больше, чем 5 миллионов. Журналисты одного из местных сайтов тщательно изучили декларацию Резниченко. Практически все доходы, а также движимое и недвижимое, нажито во время его активной работы в бизнесе. Он хозяин 11 земельных участков, площадью почти 3 гектара, нескольких квартир и трех автомобилей. Особая гордость губернатора – коллекция наручных часов. Все брендовые и стоят не одну тысячу долларов. Декларация электронная совпала с декларацией бумажной, которая была ранее опубликована на сайте облгосадминистрации. По сути, единственное, что туда добавилось – это часы. Но они не были задекларированы просто раньше, потому что не было такого раздела. Точно так же из бизнеса пришел и Алексей Савченко, самый богатый губернатор в Украине. Согласно официальной биографии, по большей части в сфере его интересов – банковское дело. И не только. К примеру, целых три дня Савченко проработал на посту главы Укрспирта. В этом году, говорит, отмечает своеобразный юбилей. У меня ровно 10 лет, как я даю декларацию, как я сплачу податки. И мне не соромно. Почему? Потому что я до государственной службы пришел с бизнесом, действительного бизнеса. И 10 лет, как я сплачу податки, даже тогда, когда люди не знали, что такое декларирование. Еще будучи бизнесменом, Савченко увлекся творчеством и стал музыкантом. Сам написал песни, выпустил несколько клипов и даже победил в конкурсе «Славянский базар». А еще он кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу, призер чемпионата Европы по боям без правил. А с грамотой у губернатора проблемы. Вот, к примеру, программа развития области, которую составил тогда еще кандидат с массой грамматических ошибок. Нереалистичными называют и результаты компьютерного теста Савченко. Если верить официальному протоколу, отвечал он молниеносно. Прочесть вопрос успевал за 9 рекордных секунд. Каждому претенденту, кто демонстрирует неграмотность, кто демонстрирует неволодение компьютером, кто демонстрирует незнание сферы, куда он претендует, я лично ставлю низкие баллы. Попросите в тех, кто поставил ему высокие баллы. Это же понятно. В должности губернатора Савченко около месяца. Показать, какой он хозяйственник, еще не успел. А вот его электронная декларация удивила. Доход за 2015-й почти 42 миллиона гривен. В его декларации 173 пункта. Кэша на руках аж 4 миллиона долларов и 100 тысяч евро. На банковских счетах впечатляющие суммы и в гривне, и в валюте. Много недвижимости, есть земельные участки. В собственности также Volkswagen Touareg, две акустические гитары и дорогие наручные часы. А еще Савченко не скуп. Дал в долг 34 миллиона гривен. Это знаете, как отзывается, вари в законе. Именно так отзываются жители Чернигово о доходах руководителя области. Валерий Кулич человек совсем не бедный. Он, кстати, на третьем месте по сбережениям. В декларацию указал около 26 миллионов гривен. Часть в национальной валюте, часть в долларах. Как Резниченко и Савченко, тоже любит дорогие часы. Как и большинство чиновников, Кулич – ценитель недешевых авто. В его гараже семь машин, почти все записаны на жену. Сам же он владеет BMW 740, Toyota Prado и Range Rover Sport. Последний был куплен в конце сентября за 2 миллиона 600 тысяч гривен. И поэтому не попал в декларацию. Есть у него также дом и две квартиры в самом Чернигове. А еще Кулич – один из владельцев настоящей сельскохозяйственной империи, которая занимает 25 гектаров сразу в нескольких районах области. Даниил Снисер, Кирилл Ющишин, Наталья Тегни-Рядно, Игорь Попов. Подробности – телеканал Интер. Первые платежки за тепло повергли украинцев в шок. Жители города Балаклея Харьковской области должны будут заплатить за отопление квартиры в 59 квадратных метров почти 3000 гривен. Это только за 20 дней октября. За целый месяц жителям небольшого городка придется выложить еще больше, ведь тариф – 38 гривен 50 копеек за квадратный метр. Отопление в стандартной трехкомнатной квартире обойдется примерно в 3500 гривен. Это только за отопление. По сравнению с 2014 годом тепло для украинцев подорожало почти в 4 раза. А вот с субсидиями на оплату коммуналки пока все не так гладко. Премьер недоволен темпами предоставления этих льгот. Самые низкие показатели в Харькове, Одесской и Закарпатской областях. Сегодня Владимир Гройсман провел селекторное совещание с регионами и заявил о том, что ответственность за несвоевременное назначение субсидий – на секундочку в среднем 80% скидки для каждой семьи – лежит на местных властях. Почему в одних областях 100% в других 20%? Дехто не понимает, насколько важно людям вчасно допомогти отримать эту поддержку. Тогда у меня вопрос, а что вы делаете на своих посадках? Если вы не встанете организовать элементарную работу, выявить человеку, которой нужна помощь, и дать эту помощь и поддержку. Субсидия предназначается фактически с момента возвращения человека, то есть даже задним числом. Еще есть 2 месяца для того, чтобы подать заявку, и вам все равно субсидия будет предназначена в жевремя месяца. Субсидии уже получают почти 6,5 миллионов семей. В Кабмине ожидают, что в ноябре-январе за такой помощью обратятся еще как минимум 2 миллиона человек. То есть всего по стране субсидии получат около 60% семей. Раскошелиться придется не только на оплату платежек. Цены на потребительском рынке выросли почти на 10% с начала этого года. Об этом сообщают в госслужбе статистики. Только за сентябрь стоимость продуктов подскочила на 2%, а в октябре и на все 3%. За последний месяц больше всего подорожали яйца на 50%. Цены на овощи, молоко, мясо птицы, сахар и рис выросли на 1,5%. За алкоголь придется выложить на 1,5% больше. Повысились тарифы на жилье, воду, электроэнергию и газ на 7,5%, поскольку на 50% подскочили цены на отопление и на 6% на горячую воду и водоснабжение. Депутат Вадим Новинский, которого ГПУ собирается привлечь к ответственности, вернулся в Киев. Нардеп заверил, что в ближайшую неделю из Украины уезжать не планирует и будет работать в Верховной Раде. Новинский называет возбужденное против него дело политическим расследованием. Он намерен просить свою фракцию проголосовать за лишение его неприкосновенности, поскольку хочет добиться справедливости. В день рассмотрения моего вопроса в Верховной Раде я буду находиться в сессионном зале. Могу вас заверить. Вот я обещал, что я вернусь, я вернулся. В этот день я буду находиться в зале сессионном и голосовать за это постановление. Это дело полностью сфабриковано, основано на лжи и является политически мотивированным. Это не что иное, как давление на оппозицию. Власть открыла репрессии против оппозиции, потому что нас боятся. Таким образом хотят нам закрыть рот. Но это тоже не получится. Гранату не желаете? На Аболонской набережной в Киеве двое мужчин торговали боеприпасами. Заметив полицейских, они попытались скрыться, но были задержаны. У продавцов в наличии были три гранаты РГД-5, граната Ф-1 и четыре запала. Задержанным грозит до семи лет тюрьмы. И такой же срок светит еще одному киевлянину, у которого в гараже нашли целый арсенал оружия и боеприпасов. Ситуация в зоне АТО резко обострилась. Под Горловкой противник использует тяжелое вооружение и ведет огонь по жилым домам. В то же время местные жители страдают от недостатка элементарных продуктов. В поселку Зайцево грозит буквально гуманитарная катастрофа. Все подробности узнаем от Геннадия Вивденко. Таким образом зовут местных жителей на получение волонтерской помощи. Ее привезли из Житомира. Хлеб, колбаса, подсолнечное масло, фрукты и детские игрушки. Вчерашний день и ночь жители Зайцево вновь пережили под вражескими обстрелами. Даже пока люди получают пайки, раздаются одиночные выстрелы. В прошлый раз мы были, когда выгружались под обстрелами, 120-ки падали, даже никто не среагировал. Все спокойно абсолютно сидели, никакой реакции даже не было у людей. То есть они ждали конкретно помощи. Вот привозим им, они вот собираются вот так по трубе постучали, собрались и раздаемся. Этот дом буквально изуродован осколками за три года войны. Окна заклеены пленкой. Ночью прилетел вражеский снаряд из гранатомета. Хвостовик оторвался. Вот он рядом, так он и лежал. А она в землю вошла. Почему не взорвалась, неизвестно. В поселке Зайцево противник ведет огонь с 15 часов вчерашнего дня до 17. Массировано и прицельно. Потом, как говорят военные, кошмарил просто позиции украинских военных. Сейчас время в тремени тоже раздаются выстрелы. Наши бойцы говорят, у наемников прошла ротация. Новоприбывшие боевики на украинских воинах и мирных жителей оттачивают свои боевые навыки. Противник ведет беспокоящий огонь из стрелкового оружия, применяя более крупный калибр вооружения. В основном огонь, как я уже говорил, происходит больше как турбующий. Нет какого-то алгоритма определенного, как они сегодня могут себя вести, завтра могут тихо. Нет времени определенного, которое они выходят, могут пострелять. Короткое затишье на пару часов. Возможность для Надежды и маленькой приемной дочери Ирины получить еду и игрушки. Жители Зайцева собрались в круг и ждут своей очереди. Пятилетняя Ирина после трех лет войны научилась говорить только несколько слов. Одно из них – мама. Скажи «мама». Девочки нужна помощь профессиональных врачей. Добраться туда сейчас трудно. В километре отсюда украинские воины ведут бой. После обеда на передовой снова началась стрельба. Геннадий Вивденко, Игорь Сулий и Анатолий Воробей. Подробности – телеканал «Интер» из Донецкой области. Шахта номер 10. Горняки Нововолынской. Вторые сутки продолжают голодовку. Что заставило их пойти на такие радикальные миры? И есть ли реакция со стороны властей? Расскажет Галина Якушко. Около 50 работников шахты Нововолынская номер 10 отказались от еды. Голодают уже вторые сутки. Подземлю не опускаются, остаются в вестибюре шахтоуправления. Требуют немедленно погасить задолженность по зарплате. А это почти 7 миллионов гривен. В конце октября горняки перекрывали таможенный переход ягоды на границе с Польшей. Но денег так и не получили. У нас есть в каждой семье, которых нужно кормить. Коммунальные услуги растут. Мы не можем платить за квартиры. Не можем кормить своих семей, вдевать, за что жить. У Владимира четверо детей. Зарплату он не получал уже около трех месяцев. Говорит, чтобы прокормить семью, пришлось влезть в кредиты. Вынужден экономить на самом необходимом. Одним хлебом не наъясися. Довго не притягнешь. Мусого что-то и такого купите. Молока какого-то. Про мясо-то уже мало не йде. Так, крупи. Вторые сутки горняки пьют только воду. За их состоянием наблюдают сотрудники шахного медпункта. Мало того, что не едят, так они же не сплять. Они сидят тут целыми ночами. Тут же ж нема никаких условий для того, чтобы лягти, відпочити. На Ваволынскую шахту номер 10 начали строить еще 27 лет назад. Но до сих пор предприятия таки не ввели в эксплуатацию и не добыли здесь ни тонны угля. У нас треба не только за зарплату зарплаты, чтобы нам сказали конкретно. Або мы тут работаем на этой шахте, або мы никому не нужны. Ну а пока поговорить с министром удалось только директору. Все занимаются этим вопросом. Помогают нам министры занимаются. Заступных министров занимаются. И когда будет лучше? Мы ожидаем до конца недели. Перекрытие дорог, блокировка шахт и городских администраций. Каким только методом не прибегали горняки шахт во Львовской области, чтобы выбить свою зарплату. Они поддерживают своих нововолынских коллег, но настроены скептически. В профсоюзе шахты Великомостовская, это в Червонограде считают, обычные акции протеста уже не действуют на власть. Но нововолынские шахтостроители настроены решительно и голодовку прекращать не намерены. Говорят, не могут вернуться к семье с пустыми руками. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Волынская область. Обманутые вкладчики, эксперты и политики собрали сегодня рабочую группу, чтобы разработать законопроекты, которые помогут вернуть вклады из банков, обанкроченных с 2013 года. За этот период в Украине закрылось более 80 финансовых учреждений. В результате вкладчики потеряли 430 миллиардов гривен. Рабочая группа предлагает обеспечить участие кредиторов в ликвидации банков. Также планирует повысить граничный размер компенсации выплат с 200 тысяч гривен до миллиона. Инициатор создания этой группы, нардеп Александр Вилкул, пообещал окончательный вариант закона уже в ближайшие недели. Люди, конечно, доведены до крайности. Но, что уникально, они впервые собрались для того, чтобы не пикетировать, не митинговать, хотя они готовы на это, а для того, чтобы вместе делать законы. Законы, которые защитят их от беспредела власти и беспредела банков. Здесь есть эксперты, есть юристы, есть представители обманутых вкладчиков, фактически всех крупнейших банков. Мы сейчас создаем комплексный закон и будем бороться за его принятие в Верховной Раде. Мы хотим именно механизм разработать, законный, который обяжет фонд гарантирования выполнять конституционные нормы. Потому что фонд гарантирования на сегодняшний день, он не исполняет решения судов. Власть не может обеспечить нам законное рассмотрение наших требований. Неожиданный поворот в истории с похищением одесской предпринимательницы, которая была освобождена спецназом на столичной Борщеговке. Правоохранители подозревают, что во главе банды киднеперов стоял служитель Фемида. Его уже задержали, но пока с официальными заявлениями нацполиция не спешит. Почему и кого взяли копы, расскажут наши корреспонденты. Киевский адвокат во главе банды вооруженных киднеперов. История с похищением одесской предпринимательницы 2 ноября обрастает шокирующими подробностями. Правоохранители подозревают столичного адвоката Ивана Балабана в создании преступной группы, похитившей одесситку Ирину Киселеву, освобожденную в результате спецоперации 4 ноября. А что с моим сыном? Они мне сказали, что сына убьют, если не привезут. Сын водитель? Его держат, его охраняют. Все хорошо. Решением одесского суда Приморского района Ивана Балабана посадили в СИЗО на 2 месяца. Правоохранители, как и защитник Балабана, ссылаясь на тайну следствия, молчат. А вот столичные коллеги задержанного подтверждают, юрист действительно за решеткой. По этому поводу не буду давать интервью, потому что там недостатки в новоследствии. И на этом все. Радиадвокаты в Киевской области есть комитет защитного права радиадвокатской деятельности. Нам там працует целая добовая горячая линия. Стало известно, что затриманный адвокат Балабан выехали черговые. И мы с этого момента высадковали долю нашего коллеги. Заявляют, если станет ясно, что Иван Балабан невиновен, будут бороться за его освобождение. Но с выводами пока не спешат. Адвокатское свидетельство Балабан получил в марте 2015-го. Его офис, по данным открытого реестра, находится вот в этой пятиэтажке. Вернее, находился, как рассказали нам в соседней нотариальной конторе. Я так понял, что он огромный кредит банки взял, миллионный. И все, Иван забрал у него. Но прославился он далеко не в судебном зале. Ряд интернет-ресурсов называют его владельцем одиозного заведения «Каратель», за которое в июле этого года развернулась настоящая война. Еще Ивана Балабана постоянно обвиняют в рейдерстве и захвате земельных участков в столице под застройку. Одно из последних громких дел – атака на детский яхт-клуб «Оболонь» в конце марта этого года. Для того, чтобы отстоять спортшколу, преподаватели и родители учеников даже выходили под стены мэрии. Почему наши дети не могут дойти на тренировку? Вы только что говорили, что детей не пускали. Да, не пускали. Этого факта не было. Этот факт есть. Привези своего ребенка. Возьмите любого ребенка, который был 21 числа на тренировке. В результате детскому яхт-клубу, как там говорят, удалось отбиться. Что же до Ивана Балабана? Похоже, его битва за собственную свободу только начинается. Руслан Смещук, Вячеслав Фролов. Подробности – телеканал «Интер». И еще одну банду похитителей обезвредила нацполиция. Об этом в Фейсбуке сообщил заместитель начальника ведомства Вадим Троян. Главарь этой банды – бывший сотрудник российских спецслужб. Вместе с подельниками, переодевшись в форму сотрудников СБУ, он похитил директора стройкомпании и потребовал выкуп. Деньги немалые – 500 тысяч долларов. По словам Трояна, пострадавшего пытали. Во время операции по освобождению похищенного никто не пострадал, отметил Троян. Указанные люди были вооружены предметами, похожими на автоматы Калашникова и на пистолет. Мы провели информацию о том, что один из членов данной преступной группы являлся в прошлом действующим сотрудником Главного разведывательного управления Российской Федерации. Будут открыты уголовные производства по статье 146 «Похищение человека», часть 2, 189-я, часть 3, вымогательство в особо крупных размерах. С поиском похищенных бизнесменов полиция справляется в считанные дни. Но найдут ли за такое время обычного человека – это, конечно, вопрос. Патрульный Сергей Олейник превысил служебные полномочия и совершил умышленное убийство. К такому выводу пришла Киевская прокуратура в результате досудебного расследования по делу погони за БМВ. Я напомню, в ночь на 7 февраля во время преследования подозреваемый произвел несколько выстрелов из стабильного оружия в автомобиль, где находились 4 человека. В результате стрельбы 17-летний пассажир получил смертельное огнестрельное ранение. Редкие монеты. Коллекция часов из драгоценных металлов, оружие и кругленькая сумма – 40 тысяч евро и 10 тысяч долларов. На все это добро наложил арест апелляционный суд Киева. А принадлежит оно бывшему главе столичной полиции Валерию Коряку. Это один из фигурантов громкого уголовного дела об избиении студентов на Майдане в ночь на 30 ноября 2013 года. Напомню, во время кровавого разгона пострадали 79 человек. Сейчас Коряк находится в розыске, как и бывший зам секретаря СНБО Севкович, который, собственно, и дал команду на разгон этого митинга. Нацполиция не сливала видео по делу об убийстве Шеремета. Это официальный ответ ГПУ на запрос главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Его текст опубликовала «Украинская правда». Утечка произошла еще до изъятия видеоправоохранителями. Напомню, автомобиль, которым управлял Шеремет, был взорван 20 июля в центре столицы. Через два дня после резонансного убийства в сети появилось видео с камер наблюдения, на котором мужчина и женщина якобы закладывают взрывчатку под автомобиль гражданской жены Шеремета. Полиции не отрицали, что это видео находится в материалах дела и тут же начали служебное расследование. Генпрокурор, в свою очередь, на этот слив отреагировал довольно резко. Юрий Луценко в эфире 112 канала пообещал с позором уволить тех правоохранителей, которые выложили видео из материалов следствия в сеть. Что касается расследования и поиска убийц Шеремета, то подвижек до сих пор нет. За четыре месяца от нацполиции никаких новостей. В Харькове детективы НАБУ задержали бывшего чиновника госпредприятия Электротяжмаш. Его подозревают в присвоении 37 миллионов гривен. Чиновник в сговоре с руководством двух подставных компаний организовал продажу дорогого двигателя в Казахстан. Из трех миллионов долларов заработка заводу достались лишь миллион триста девяносто тысяч. Из разницы же осела в карманах махинаторов. Теперь прокуратура избирает задержанному меру пресечения и разыскивает его сообщников. А в Германии спецслужбы раскрыли целую сеть сторонников ИГИЛ. Пятерых человек подозревают в связях с террористической организацией. Кто они и что им грозит? Все подробности расскажет Татьяна Лагунова. Масштабная антитеррористическая операция, не менее масштабный улов. Немецкая полиция провела рейды сразу в нескольких землях и раскрыла сеть по вербовке боевиков ИГИЛ. Арестованы пять человек. Среди них проповедник, выходец из Ирака Абу Валаа. Его считают ключевой фигурой в исламистской среде Германии. У полиции есть доказательства. Проповедник вместе с сообщниками вербовал молодых людей вступать в ряды ИГИЛ и помогал им выезжать в Сирию. Группа обеспечивала как финансовую, так и логистическую поддержку. А сдал всех бывший боевик, который недавно вернулся из Сирии в Германию. Успех сегодняшней операции показывает, что правоохранительные органы активны, решительны и бдительны. Мы не хотим терроризма в Германии, мы не хотим экспортировать терроризм из Германии. И мы хотим предотвратить радикализацию граждан. Задержанных уже доставили в город Карлсруэ. Там их допросят. Следователи надеются выйти на возможных сообщников и боевиков, которые могут готовить теракты в Германии. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. И еще одно громкое заявление. На этот раз от госсекретаря немецкого МИДа. Германия примет всех, кого преследует турецкая власть и предоставит политическое убежище оппонентам Эрдогана. Михаил Ротто заявил о солидарности правительства с теми, кого притесняют Анкара. Целый ряд турецких дипломатов уже попросили убежище в Германии. На родине их обвиняют в поддержке попытки переворота. После неудачного июльского путча в Турции были арестованы около 35 тысяч человек. Эти аресты продолжаются и по сей день. Продолжается официальный визит в Брюссель. Вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе. Накануне она встречалась с еврокомиссаром по вопросам расширения и добрососедства Эханасом Ханом. Сегодня дискутировала о достижениях Украины в сфере реформ в Европейском политическом центре. И, конечно же, подняла тему визовой либерализации. Все подробности расскажет наш европейский корреспондент София Гордиенко. Тема сегодняшней конференции «Украина-ЕС. Достижения и перспективы». О наших достижениях и перспективах в Брюсселе и так известно. Но, тем не менее, украинским чиновникам приходится частенько наведываться сюда и многие вопросы прояснять. Ведь регулярные скандалы, как, например, откровение в электронных декларациях или вот отставка Саакашвили с его громкими заявлениями, затмевают имеющиеся успехи. А они есть, подчеркивает Ивана Клим Пушценцадзе. Ей пришлось напомнить присутствующим, что когда Янукович бежал из страны, в казне осталось всего 10 тысяч долларов. И еще никогда за все годы независимости Украина такими стремительными темпами не двигалась вперед в плане реформ. Следует отметить, среди присутствующих в основном друзья Украины. Я до сих пор помню сонные глаза многих украинских чиновников, которые пару лет назад приезжали на лекции, посвященные борьбе с коррупцией. Приезжали просто, для развлечений, без каких-либо намерений. Сегодня все изменилось. Да, мы должны признать внедрение многих реформ, но мы ожидаем и последующей борьбы с коррупцией. И вопрос визовой либерализации не нужно откладывать в долгий ящик. Кстати, визовая либерализация – один из главных вопросов повестки дня вице-премьера. Иванна Климпушцин-Цадзе даже беседовала по этому поводу с министром иностранных дел Бельгии. Пан министр Бельгии подтвердил мне, что никаких дополнительных вимог до Украины относительно безвизового режима нет. Они не наполняют ни на каких дополнительных вимогах. И как сказала Европейская комиссия, что Украина выполнила все свои обязанности, то они готовы поддерживать это решение позитивное о надании Украине безвизового режима. Впрочем, пока вопрос визовой либерализации завис в воздухе. Но Климпушцин-Цадзе обещает поднять его вечером на заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента. Вода камень точит не то что евробюрократию. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности телеканал Интер, Брюссель, Бельгия. И мы все-таки вернемся к главной теме этого дня. Выбором президента Соединенных Штатов Америки. С нами на связи из Нью-Йорка мой коллега Дмитрий Анопченко. Уже второй раз за этот вечер. Дима, расскажи последние новости. Что тебе стало известно за это время? Наташа, ну на самом деле, что важно сказать? Что ажиотаж огромный. Вот всем казалось, рабочий-то день. Все сегодня придут, с утра проголосуют. Ну да, будут очереди, но потом ажиотаж спадет. Ничего подобного. На участках огромные очереди. Полтора-два часа люди ждут, чтобы проголосовать. Огромное количество людей по-прежнему пытается отдать свой голос. И вот знаете, сегодня очень забавно. В Нью-Йорке самое лучшее оправдание, если ты опоздал или вообще не пришел на работу, то это сказать, ну конечно, я же на участке застрял. И что самое удивительное, вот прощают. А что касается результатов. Данные промежуточного голосования появляются. В частности, те цифры, которые видны сейчас, свидетельствуют, что Клинтон пока лидирует в трех ключевых штатах. Во Флориде, в Агайо и в Неваде. Если во Флориде отрыв где-то порядка 100 тысяч голосов, то в Агайо и Неваде от 30 до 50 тысяч. Еще раз хочу сказать, что это данные предварительные. Еще раз хочу сказать, что в принципе в Соединенных Штатах не принято. Закон это не запрещает, но не принято заранее, до того, как закроются участки, оглашат данные. Произошло это после 80-го года, когда Рейган здесь баллотировался. И был грандиозный скандал. Люди еще не проголосовали. День еще был в разгаре. А пресса уже объявила, что Рейган президент. И его соперник Джимми Карджер тогда признал поражение. Вот с тех пор крупнейшие телекомпании договорились, что они заранее цифры не говорят. В этом году исключение, в этом году интерес к кандидатам настолько велик, что решили отойти от правил, которые, видите, больше 30 лет было актуально. И теперь уже говорят предварительные цифры. Но, тем не менее, интрига будет сохраняться до самой последней минуты. И вот что, знаете, что интересно. Здесь, на Таймсквер, люди обычно собираются только под Новый год, чтобы увидеть этот знаменитый шар, который 31-го с боем курантов поднимают наверх. Так вот, сегодня вот все эти огромные экраны, на которых реклама стоит миллионы за секунду, вечером отключат. Здесь будет прямая трансляция. И американцы, туристы, несколько миллионов человек соберутся здесь, будут следить за происходящим и, затаив дыхание, будут пытаться понять, а кто все-таки возглавит их страну. Будет это Хиллари Клинтон или Дональд Трамп. Наташа. Спасибо, Дима. Это был Дмитрий Анопченко из Нью-Йорка, где сегодня выбирают, не только в Нью-Йорке, во всей Америке, сегодня выбирают президента Соединенных Штатов. Мы также будем ждать последних новостей от Димы, как Трамп и Хиллари будут ждать результатов этой предвыборной ночи. И, конечно же, в первую очередь они появятся на нашем сайте подробности.юэ. Я желаю вам побольше хороших новостей. И до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok